Всем привет! Блендер 2.91. И как обещал в прошлом ролике, хочу рассказать, где взять информацию именно для покадровок анимации. Допустим, у вас всё, есть персонаж, есть рик, всё вставлено, всё работает. Теперь вопрос стоит, как это дело всё заанимировать, правильно? Из головы брать движение это поначалу, да и вообще очень трудно, нужна какая-то информация. Давайте её искать. Заходим на Яндекс, находим GIF анимацию, пишем GIF анимация 3D, ну что точно уже 3D модели. И желательно, допустим, мы ищем драки, да? Драка. Теперь заходим в картинки и смотрим. Вот здесь много всяких анимаций шикарных, вот это вообще бомбичное. Можно, кстати, как-то попробовать её тоже сделать. И вот тоже неплохая анимация. Нам нужно выбрать именно ту анимацию, где камера слишком, ну как сказать, не крутится вокруг вот этих вот персонажей. Вот типа такого, ну чуть поцелиннее ищем. Сохраняем. Сохранить изображение как высвечивается. Сохранить как GIF анимация. Сохраняем. Теперь другой вопрос. Как всё это дело разбить? Здесь тоже не проблема. Всё это можно делать вот именно в интернете. Заходим, пишем GIF разбить покадрово. И вот нам теперь нужно найти онлайн. Так, где тут? Здесь так мы не найдём. Значит, пишем на английском. GIF разбить на кадры онлайн. Вот его первую. Вот здесь вот picassion.com выберите файл. Мы его допустим... Почему-то он не высветил. Вот она. Всё. Белый фон не заметил. Можете качество поставить, размер, эффекты, повороты. Тут разделить анимацию. Загружаем. И он автоматически сейчас должен сохранить именно в загрузке. Нет, не автоматически. И вот сохранить выбранный кадр. Вот теперь она сохраняет. Просто я ещё в некоторых делах там автоматически уже выкидывает. открываем вот этот zip папку. И вы увидите, что в этой анимации 43 кадра. Вот они. Все GIF'ки с 0 начинаются. 0 можно не брать. И как бы это вам показать? Сейчас я это всё в папку скину и можно полистать. Итак, вот она получается у нас картинка. Именно GIF'ка разбилась. Нажимаем нулевой кадр. Это вот так делаете позу первым персонажем на нулевом кадре. Это вот первый кадр уже. Это второй, третий, четвёртый, пятый, шестой. Вы видите, что они в принципе до шестого, на так, седьмой, до седьмого кадра стоят. Движений у них никаких. Вот в восьмом кадре и в девятом уже пошла какая-то ситуация. Двенадцатый кадр, тринадцатый. И вот вы это всё дело повторяете с ригом. И у вас будет нормальная анимация. Так можно работать с любой картинкой. Есть, сейчас я вам покажу, где ещё взять информацию. Находим такой сайт Pinterest. И здесь на Pinterest очень много всяких анимаций. Вот люди снимаются, бросок меча. Всё это гифки. Вы их можете скачивать и полностью разбивать, делать покадрово, повторять, что вот каждый этот персонаж делает. Вот бросок, удар, бейсбол, допустим, теннис. На любую тематику находите и в интернете, и на разных сайтах. Если вы захотели сделать что-то, чего тут нет, то вам придётся снять себя, именно если есть у вас камера, на компьютере, на ноутбуке. Снимаете себя, там движение мимики лица, допустим, как бы вы хотели. Делаете вот такую штуку. У вас получается MOV файл. Теперь вы берёте MOV файл, который у вас получится при съёмке ролика, пишите MOV, MOV. Давайте по-английски напишем IN GIF. Онлайн-конвертер файлов MOV в GIF. Вы тут же нажимаете, переводите свой файл или снятый с экрана, или видео, допустим, из фильма какой-то кусок вы снимаете с экрана. У вас получается MOV файл, вы закидываете его, переделываете в GIF, а потом GIF файл опять же разбиваете, и у вас получаются кадры, которые вам нужно повторить. Ну, за исключением которых нет, вы можете уже потом в Blender прописать сами. Я уже показывал, как это добавить. Вот такой вариант, как можно самому записать, или где найти именно вот эти покадровые анимации. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok